Жизнь – это самая главная ценность любого человека. Защищая свой проект, участница поискового кинологического отряда Саров Дарья Абызова доказывала экспертам то, как важно грамотно организовать поиски пропавших людей, чтобы найти их как можно быстрее живыми и здоровыми. Часто наряду со специалистами в поисках участвуют обычные горожане, и они должны обладать профессиональными навыками. Придумали лесные испытания, которые максимально приближены к реальному поиску, как и по требованиям, которые через Российскую Федерацию облегчены очень сильно. У нас это, конечно, осложнено. И просто надо показать людям, во-первых, что самое главное – это жизнь человека. Формат учебных поисков саровские кинологи и поисковики уже отработали. Цель таких мероприятий заключается в том, чтобы научить обычных людей основам поисково-спасательных профессий. Тем, кто успешно прошел обучение, будут выдавать сертификаты. Это значительно увеличит число людей, которые смогут наравне с профессионалами участвовать в поиске пропавших людей. Кинологический отряд можно зарегистрировать, если тебе есть 16 лет. В лес ты можешь выходить с 18 лет. То есть, если тебе нет 18 лет, а есть 16-17, ты можешь быть информационным регистратором, как я, помогать на кухне, также оказывать медицинскую помощь, если, допустим, доучишься в медицинском колледже, университете и так далее. В этом году на молодежном форуме по количеству заявок лидировали две номинации – добровольчество и гражданская активность. Ребята защищали 8 и 11 проектов соответственно. Всего свои идеи на суд экспертов представили 25 команд. По словам организаторов, очень важно, чтобы все проекты получили развитие. Важна ведь финальная история. Когда мы приедем на следующий форум, мы будем говорить, а сколько проектов дошло до финиша. Потому что беда будет заключаться в том, что запал форума пропадет, интерес к проекту пропадет, они наткнутся на какую-то проблему, и дальше распадется группа, и проект будет нереализован. Вот нам главное, чтобы все проекты дошли до финиша. В этом году гранты получили три проекта патриотической направленности, посвященные празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и социальной инициативе клуба молодой семьи «Семья». Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.